Итак, роторная терка, купленная в интернет-магазине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, я помыл эту терку. Первая проверка ее. Липучки. И способы крепления к столу ставим, зажимаем. Ну да, держится довольно надежно. То есть здесь 5 баллов. А я буду готовить на ней оливье. Значит, буду использовать вот эту вот насадку, терку. Ручка имеет фиксатор. Вот он беленький. Посмотрим, как защелкнется. Да, защелкнулся. Работает. Значит так. Вращение у нас получается по часовой стрелке. Хорошо. Так. Идем дальше. Здесь у меня отваренный картофель, морковь, яйца, лук. Колбаса вареная докторская, каперсы, соленые огурцы, зеленый горошек, маслины и красная икра. То есть такой как бы полуклассический салат оливье. Попробуем мы все это дело сначала на яйце. Толкатель, ну, что-то получаем. С яйцом просто-таки замечательно. Претензий нет. Измельчается хорошо. Пока все идет неплохо. Так. Теперь попробуем мы морковь. Ну что ж. По части моркови тоже пока никаких претензий. Измельчает действительно довольно нормально. Меня больше, конечно, интересуют твердые продукты. Потому что все это отварное можно и на яйц резко спокойно обработать. Да, вот толкатель до конца не доходит. Давайте-ка попробуем лук. У нас зацепление идет с этой стороны. Ну-ка, 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 ну-ка. Не ожидал. Лук тоже шинкует. Нормально вполне. Да, нет, что-то как-то с луком-то. Нет, ребята, с луком так весело не получается. Заминает, застревает и не шинкует его. То есть, все-таки для лука эта история не очень хорошо работает. Да. С луком получилось никаким. Ну, такая заморочка уходит пока что. Ладно, лук. Сейчас посмотрим, что с колбасой будет. Лук-то кубиками нарезать небольшая проблема. Значит, в заднюю часть набивается потихонечку всякого добра. Так, ладно, попробуем теперь колбасу добавить сюда. Она, конечно, продавит лук. О, с колбасой зашибись. Мне нравится. Колбасу хорошо нарезает. Да, пожалуй, вот относительно колбасы тут вообще нет никаких претензий, потому что всегда очень трудно в оливье тоненько хорошо ее нарезать. Смотрите, как соломочка идет красивенько. Ну, вот мне нравится толкатель. Он до конца не примыкает. Может, я ее не той стороной использую. Вот весь секрет был. Перевернул в процессе толкатель. Так, ну, пока. Пока все здорово. По колбасе прям вообще бомба. Думаю, что так же будет и с ветчиной, и с мясом. Хотя, вот видите, кусты рулька выпадают. Не эстетично. Так, колбаса натерлась. Немножко набивается непосредственно в бункер. Идем дальше. Соленый огурец. С соляным огурцом тоже никаких проблем не возникло. Перемороло. Ну, в общем и целом, конечно, по времени эксплуатации получается быстрее, чем ножом мучиться. Теперь маслины. Смотрим. Маслины измельчились. Да, да, измельчает. Реально измельчает. Хорошо довольно-таки. Потому что с маслинами всегда проблема эти колечки нарезать. Ну, в данном случае, надо сказать, хорошо работает. Ну, и последнее. Картофель. Кстати, да, бункер достаточно большой. Зря даже разрезал картофелину. Ну-ка, как там картошечка пойдет? Отлично. Отлично. На терке так не сделаешь. Ножом так не сделаешь. Это факт. Так. Немножко, видите, забивается бункер. Это мне не нравится. То есть, но шнека никакого нет. Понятное дело, устройства выталкивать еще нет. А картофель забивает очень хорошо за счет своей плотности. Опа. О, видите, как тут. Ну, для салата, в общем-то. Ну-ка, против шерсти мы ее. Ну, нормально, 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 нормально. Так. Последнюю картофелину. О, это чуть больше бункера оказалось. Так, теперь понятно, что надо, главное, не путать. Хорошая соломка. В целом, агрегат себя вполне оправдывает. Так, теперь попробуем из него все это дело вытрижнуть. Потому что все перемолото. Вынимается бункер хорошо. А вот как вытряхиваясь. Ну, нет, можно. В общем. Ну, в целом, в общем-то, я могу сказать, что да. Да, вполне, вполне адекватная штуковина. Сейчас попозже попробую еще морковку просто на мелкой измельчить. Ну, а так, да, так. За те деньги, которые я за нее заплатил, вполне адекватно. Так, добавляем каперсы. Зеленый горошек. И сейчас остается добавить красную икру. И, в общем-то, салат готов. Так, красная икра. Вот. И вот наш оливье. Как раз вполне подходящий к новогоднему столу. В общем-то, достаточно быстро сделанный, благодаря вот этой терке. В заключении салата могу сказать, что в целом я доволен. Не ожидал. Добавил майонез, перемешал. Ну, для украшения немножко. В ямочку забросил красной икры. В общем, я скажу, что получилось очень быстро. И, надо сказать, вот за счет такого измельчения, очень здорово. Теперь попробую просто морковку. В этой бочке меда не обошлось, конечно же, без ложки дегтя. Я довольно здорово поранил палец, снимая эту конструкцию со стола. Потому что очень плохо обработана вот эта вот пластиковая деталь. Зацепился перед мойкой. И достаточно сильно, где-то на полмиллиметра раскроил себе палец. Ну, вот эта вот торчащая здесь ерундовина. Я, конечно, сейчас ее обработаю чем-нибудь, шкурочкой там и так далее. И, тем не менее, вот при всей такой позитивной, изначальной концепции этой штуковины, я получил от нее травму. Итак, после полученной травмы, я вот все помыл, подготовил морковку. Сейчас попробую ее на разных шинковках. Для начала возьмем ту, которая обещает... А, простите, уже боюсь закреплять устройство после пореза. Ну, смотрите-ка, опять вроде все уже подточил. Еще есть острые кромки. Так, берем ту, которая на кольца. Рекомендуется там для нарезки огурца и прочих вещей. Будем пробовать на морковке, чтобы не мучиться. Так, поставил и поехали. Ну, до ломтиков. Ну, режет на корячки. Условно, скажем так, ну, для какой-то домашней консервации подойдет. Да, моется довольно легко, без проблем. Теперь возьмем самую мелкую насадку. Среднюю я уже попробовал на салате. Так, смотрим. Ну, вполне достойно, достойно. Это вот, да, хорошо-хорошо такая. Для некоторых салатов и каких-то блюд вполне-вполне. И та насадка, на которой я делал оливье. Посмотрим, как она себя будет вести по моркови. Продолжение следует... ну скажем прямо неудобно хотя результат вполне ничего может быть все дело в том что я не то есть нормально то есть работает если бы не этот порез то все прошло вполне достойно страшно так что я считаю что деньги потрачены не в пустое устройство рабочее в домашнем хозяйстве пригодится так вот к новогоднему столу кучу салата наготовить можно без проблем спасибо вам большое за внимание надеюсь этот ролик окажется для вас полезным